привет сегодня короткое видео про путь нашей вертикализации лисенок пошла в год перед этим она прошла соответственно все этапы становления и укрепления мышечно-суставного аппарата голову она начала держать почти сразу приблизительно в месяц также мы проходили физиотерапию и лечебный массаж у массажиста а в дальнейшем я сама продолжила делать по книжке который мне кажется поспособствовал наиболее быстрому выходу в положение на животике мне посоветовали книгу красиковой это доступно в принципе любой маме вы можете не выходя из дома делать классные массажи своему ребенку затем после кабачкового периода так назовем я в принципе сразу начала ребенка выкладывать на животе первых так производится самомассаж животика для того чтобы уменьшалось количество коликов и лучше отходили газики а также формировался крепкий стул сначала я выкладывал на пеленальник потом на диван потом на коврик желательно конечно теплый я считаю это очень важное мероприятие поскольку очень быстро укрепляется весь задний каркас мышц тела ребенка чем крепче спина тем быстрее он выполняет все последующие движения благодаря стимуляции игрушками ребенок стал ползать самостоятельно он стал проявлять интерес именно к перемещениям нашем случае лучше всего заходил пульт телефон а также штатив необходимо также ввести в свою рутину в этот период обязательные упражнения по типу подтягивания на ручках но в целом если вы изучите руководство красиковой у вас будет понимание о том как правильно тренировать малыша по срокам поворота со спинки на живот и наоборот я уже не подскажу я знаю что она достаточно это сделала рано интересным был тот факт что она на какой-то период застывала на животике и начинала судорожно копошиться руками и ногами не понимая что нужно ими отталкиваться в этот период конечно пришлось обучать малышку показывать что вообще-то можно пользоваться и руками и ногами чтобы оттолкнуть туловище как только она усекла этот момент она стала поднимать туловище и перемещаться уже на руках и на коленках период ползания у нас был достаточно долгий как я поняла поскольку мы пошли всего лишь год а есть дети которые практически не ползают и сразу начинают ходить но это был не наш случай постепенно ляйся начала проявлять интерес к опорам например к дивану а также к комодом стояла у стульев держалась за столы в этот период когда она устойчиво стала на ножки мы стали предлагать ей поддержку в виде двух рук честно сказать это было очень сложно поскольку нужно нагибаться и вместе с ребенком проходить этот путь в кроватке кстати она почти не стояла так как она в ней не спит если хотите сделаю об этом отдельное видео почти все лето я проходила с ней вот так как сейчас вы видите на видео и это таки дала свои плоды все равно иногда она продолжала ползать что конечно же мы старались пресекать максимально мотивируя именно к ходьбе так как танцевать на коленках стоя неудобно мы обязательно с ней производили различные тренинги по танцулькам под различную музыку соответственно она стала приседать в стоячем положении а это уже свидетельство того что они очень крепкие четырехглавые мышцы танцевать мы начали почти с рождения мы брали ее на ручки и танцевали кружились вместе с ней прививая чувство такта и музыкальный вкус не использовали музыку ноль плюс я и вставила очень красивые мелодичные поп треки джаз треки а также классическую музыку вот наконец-то она впервые стала отпускать ручки висала в пространстве стоя на ножках и пыталась ловить баланс это видео кстати очень популярно на youtube обратите внимание что она не просто стоит а еще и приседает мне кажется что это последствия наших танцевальных экспириенсов если ребенок встает это уже признак того что возможно он скоро может пойти у нас период стояния был достаточно долгий да она стояла достаточно крепко уверенно но она боялась сделать шаги без из двух или одной руки взрослого человека то есть моей поддержкой с поддержкой мужа и родственников она вполне себе ходила каждый день что называется под ручку поэтому мы вынуждены были взять буквально на несколько дней ходунки как только ляся почувствовала это ощущение когда человек может ходить сам очень быстро осознала что она может принципе начинать надеяться только на себя и это базовое чувство ей помогло наконец-то пойти самостоятельно и ходьбе задействовано огромное количество мышц поэтому ребенок должен в момент когда он собственно пойдет должен быть уже натренированным по прошествии пути которые мы прошли мне кажется что ребенок и сам бы это все сделал и сам бы вертикализировался также понимаю что без грамотного ухода за ребенком без поддержки в его развитии в том числе и при начале ходьбы успехи конечно же у ребенка были бы на нуле хотелось бы отдельно посвятить время рассказу о травматизме в свое время я слышала историю о том как одна девочка упала в первый раз пять лет причем она что-то себе повредила потому что до этого и взрослые не давали падать я усекла этот момент и ребенку я разрешала падать в принципе везде где он хотел это начиная где-то с 4 5 месяцев тогда она узнала что если вести себе неаккуратно можно удариться это больно и неприятно тех пор она стала очень сильно аккуратно и внешне нужен присмотр в опасных местах например ночью когда ребенок крутится смысл такого опыта как раз в том чтобы ребенок постепенно научился группироваться а еще я стала практически безопасную среду в своих двух квартирах и когда ребенок на несколько секунд замирает меня внутри ничего не переворачивается от страха меня есть время добежать до ребенка потому что я спрогнозировала большинство в опасных ситуаций спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал пока пока